Всем привет, друзья! Вы на канале Шедвель Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий, мы снова с вами в порте. И у нас, по-моему, сегодня должно быть воскресенье. Если не ошибаюсь, календарь. Да, сегодня у нас воскресенье, заданий никаких на сегодня в гильдии у нас не будет. Поэтому посвятим сегодняшний день, наверное, зарабатыванию денег. Что у нас с вами с инвентарем? Следующее. У нас 3500. В принципе, денег дофига. Давайте, наверное, увеличим инвентарь. Сколько это стоит? Ой. Тут его можно увеличивать и увеличивать. Ничего, сейчас сумка будет. Сколько стоит открыть ячейку? 400 гольдов. Давайте откроем. Это я одно открываю или линию? Количество гольдов для покупки одного ряда. Ряда. Все, отлично, я понял. Открываем. Да. Шикарно. Но теперь уже легче. Все, деньги дальше не тратим. Дальше будем зарабатывать. Все, побежали. Сейчас будем придумать, как нам заработать денег, потому что квестов вообще у нас никаких больше на самом деле-то и нет. По-моему, маньяк кого-то преследует. Может, я за ним побегу. Или просто кто-то определился со своей второй половинкой. Ладно, не буду мешать. А я еще, кстати, не определился, поэтому расширяться... Расширять дом, чтобы сыграть свадьбу, пока не буду. Давайте посмотрим, что это такое. Тантуана. Четыре письма. Ничего себе, мне сегодня написали. У меня летят новости. Твоя мастерская достигла уровня С, и теперь ты можешь проводить для нас инспекцию. Ничего себе. Приходи на выходных, помочь нам, когда сможешь. Подожди. Антуан. Это там, где я беру задание для гильдии. Слушайте, меня уже припрягли в воскресенье. Вообще-то у меня выходной. Сегодня на яркой площади будет сделано важное объявление. 19.00. Как обычно, что-то хочет мне сказать. Дорогой мастер, рада сообщить, что после проверок на безопасность мы открыли заброшенные руины для исследователей. Они находятся на холме на северном окраине города за нашим зданием. О, вторые руины открылись. Это был первый уровень, а это, наверное, второй. Мы нашли кое-что интересное на дисках, принесенные тобой вчера. Нужно многое проанализировать. Чертеж будет выслан через 4 денька. Хорошо. Буду ждать. На почту придет, да? Так, что они за руины открыли? Светите мне, пожалуйста. Гражданский корпус. Да, заброшенные руины номер 2 открылись. А как мне? Ну ладно, пока давайте никак. Что надо делать? Давайте, 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 давайте. Давайте посмотрим, что там за задание на инспекцию. Это что-то новенькое, между прочим. Может, нам за это заплатят? Точно сказать не могу. А, но все равно 8 утра только откроется. Пока еще рано. Так, а что там у нас высвечивается за карта? А, вот сюда что-то тут высветилось. А что там? Сейчас я побегу, посмотрю. Здорово, Гаст. Днем я тебя не путаю. С особами женского пола. Вот тут что-то есть. Что это такое? Ээээ, и что это за метка? Следовательский центр. А почему он выделен на карте? Какое-то пятно. Петра. Поговорить? Подожди. А можно заказать сразу следовательский диск еще раз? Если найдешь диски данных, приноси их мне не церкви. То есть, те вы мне вышлете, а эти я могу заказать, правильно? А, все, 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 все. Понял. Понял, понял, понял. Без проблем я больше не претендую ни на что. Я пошел домой. То есть, я хотел, думал, вы тоже исследовали, мне пришлете? Оказывается, немножко не так. Что здесь выделено? Расскажите, пожалуйста. Качаться на качелях. Не понял, малость. Наверное, выше чуть-чуть, да? Или мне сюда? Нет, выше. Давай выше чуть-чуть пойдем. Здрасте, извините. Коллапс? Это что такое? Новые руины, да? Хочешь попытать удачу в опасных руинах? Это не место для прогулок, поэтому тебе придется показать, что ты умеешь. Продержись минуту в бою с местным офицером гражданского корпуса на строе. Я Риммингтон и Орло. Убирай любого. Опасные руины. Проведите бой с членом корпуса. Ребята, не до вас сейчас. Понял. Этот квест добавился. Я надеюсь, он никуда же не исчезнет, да? Потому что в любом случае нам надо будет это сделать. Бой провести. Но эти ребята, они не бабушка, с которой я дрался. Они мне наваляют, наверное, точно. Бабушка не смогла. С кем-то там еще с какой-то женщиной дрался. Ну а что? Пока что так. Побежали, посмотрим, что там за задание воскресное. Воскресенье уже заканчивается фактически. Пробегали уже. Короче, это квест просто был на заброшенные какие-то руины. Где мне нужно выстоять будет. То есть надо иметь определенную физическую подготовку в спаррингах. Вот для этого нужно прокачивать ветку сражений, да? Я думаю, не пройдут сразу. Антон, что ты мне хотел там? О, столы какие-то слева появились. Мне очень нравится весна. Цветы хорошо тянет, моя красота. Давай без вот это. А тут больше-то и нет ничего. Столы добавили, смотрите. Они, наверное, по выходным появляются. Здорово. А ну расскажи мне, что такое инспекция. Инспекция созданных предметов приходит в гильдии по выходным дням с 8 до 15. Принять участие или получить награду может любой мастер, если у него получится создать лучший предмет. Получилось создать лучший предмет. А у меня получилось создать лучший предмет. Что мы тут... Ё-моё. Четыре разных... Четыре разных ерунды какие-то. Ну давайте с топоров начнем. Я топор создавал. Опа. За отведенное время может быть осмотрено несколько предметов. Все зависит от количества изъянов, найденных за отведенное время. Отметьте место, где, по вашему мнению, есть изъян. На следующее утро после инспекции проверьте почтовый ящик. Вращайте предмет, чтобы найти изъян. Подсказки. Что, подсказкой можно пользоваться? Оу. Оу. Оу-оу-оу-оу. Это образец. Так. Какой тут изъян можно вращать предмет? Ну, изъян, не знаю, какой тут изъян. Вот кривоватенький. Теперь стал ровненький. Дальше что? Дальше что? Найди отличие, да? Ручка идеальная. Так. Это идеальное. Это идеальное. Чего от меня вообще хотите? О, трещина, по-моему, да? Нет, это не трещина. Вот это трещинка. Нет, это не трещина. Блин, он слишком светлый. А, вот. Нет, и это не то. Что за фигня? Ну, и что тут не так? Господа. Он вообще один в один. Найди десять отличий, да? Ну, ручка была кривая. А тут что? Тут такой же изгиб. Там такой же изгиб. Посмотрим с этой стороны. Слишком светлый, конечно. Может, какая-то мини-трещинка есть. О, нашел. Нашел. Нашел сверху чуть больше. Четыре. Принять. Ну, чуть-чуть времени, конечно, больше это заняло. Но нашел. Очки. Так, это, это, это образец. Ну, теперь нам весело. Вот изъян. Так, один починили. Дальше что? Буква П. Тут нормалек. Это точка так и должна быть, да? Это не зен. Тут девятка, точка. Ну, очки круто, конечно. А, вот. Вот, вижу. Кто-то откусил кусок. Тут нормуль. С очками быстро разобрался. А это что такое? Давайте это на потом. Какие-то чашки. Это не чашки, это кусок трубы и вентиль. Так, нормуль. Вот здесь проблема. Ржавчина одолела. Вот тут проблема. Да, ну, я уже научился. С первым была проблема. Вот это еще шкатулки какие-то. Что это за урны? Вот проблема. И... А ближе нельзя? Там же может быть что-то мелкое. Ну вот, черное и светлое. Отлично. Репутация растет. Короче, одну на четверочку. Все остальные правильно выполнил. Ну, с топором, конечно... Все? А еще нельзя? Нет, нельзя. А это что такое? Модель этого самолета была изготовлена в Ореховом ручье. Она мне к чему? Проведи бой с членом корпуса. Антуан, и что у меня за это будет? Придет завтра, да? Я думал, может, какой-то, не знаю, статистика какая-то общая будет. Ладно, не важно. Тринадцать часов. Это чтобы мы в воскресенье слишком не скучали. Вот мы этим с вами и занимались. Предлагаю... Нет, я не буду с ним драться пока что. А давайте попробуем. А давайте попробуем. Вот реально. Вот сейчас я не прокачанный. Что со мной будет? Спарринг надо провести. Дай сначала подружимся с тобой. Я советую воспользоваться услугой гражданского корпуса. Ладно, ладно. Ты мы все слышали? А ну давай. Сейчас меня, наверное, отмудохают. Так что я еле встану. Тихо, тихо. Ух ты! Да вы что? Да. Смотри, сколько я у него... А, ну тридцатый уровень и пятнадцатый. А, короче. Короче. Весовая разная. Весовая разная. На пятнадцатый уровень он у меня выше. Ну ладно. Ты что думаешь? У тебя слабак, что ли? Какой-то, что ли? Пятьдесят урон. Да. Это не бабушка убить с цыплятами. А ну иди еще раз сюда. Короче. Сейчас я тебя... Сейчас я тебя хитрости возьму. Правда, монетку забирает у меня одну. Ну одна. Беги, беги. Все, я врезал. Дружище, ну ты на меня пятнадцатый уровень выше. Ну я же в Мортал Комбо тоже играл. Сам понимаешь, да? Если страшно, беги. Это иногда тебя спасает. Сейчас сорок секунд пройдут. Но иногда такая тактика, тоже тактика. Отойди от меня. Отойди, я еще подросток. Отвали. А это кто бегает? Так, главное, чтобы она меня не столкнула. Так, отвали. Отвали, отвали. Блин. Игра подвисать начинает. Нет, ну я должен выиграть же. Я же-то первый ударил. Вы не думайте, я не трус. Просто у меня на пятнадцатый уровень меньше. А я хочу посмотреть, что там за руины. Ну это, конечно, знаете, проверка для чего это? Чтобы я в те руины раньше времени не попал. Ну, ладно. Победа с любой ценой, как говорится. Я туда не пойду до тридцатого уровня. А так мы победили. Ну а что, в МК так иногда и выигрывали. По времени. Все? Победа? Черт возьми, так не пойдет. Отношения плюс один и восемь золотых. Неплохо, достаточно, чтобы мне не пришлось за тебя беспокоиться. Ну, отлично. Смотри, как я квест выполнил. Отношения сразу выросло. Думаю, что я крутой. Нет, я просто бегаю хорошо. Все, я могу туда попасть, судя по всему, да? Ну да. Теперь мне можно туда войти, но мы пока туда не пойдем. В общем, пятнадцатый уровень еще надо прокачаться. Но зато мы квест выполнили с вами. Да, он сильней. Ну, а мы хитрее. Все методы хороши. Абсолютно все. Так, четырнадцать ноль ноль. У меня энергии потрачено мало. Дайте мне посмотреть, что мы имеем. Давайте попробуем половить рыбу, наверное. У меня, правда, удочка начинающего рыбака. Это не годится. Надо создать покруче чего-нибудь. А ну, покажите мне другие методы. Другие, 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 другие. Сколько у меня? Пять червяков? Ё-моё, надо идти покупать. Надо идти покупать. Короче, мы выбили в прошлый серед эту фигню. Два дивана. Это тоже надо продавать. Шестнадцать дисков. Это тоже можно вложить. Давайте это все разложим, если есть куда. Нет, некуда нам раскладывать. Ну, ладно. Трубка это тоже для удара. Для восстановления предметов используется ремонтная машина. Нет, это квесты. Квесты на готовые предметы. Вот тут они у нас хранятся. Это у нас странный стеклянный сосуд, который относится к керамическому сосуду. Старый термос. Нет, странный сосуд мы уже раз собрали, поэтому он стоит сзади. Это телефонная трубка какая-то. Пока что все в кучу. Два дивана пусть будут тут. Мне не нужны шестнадцать дисков. Тоже можно положить пока тут. Так, мне нужны червяки и посмотреть, что нужно для создания нормальной удочки человеческой. Для человеческой удочки мне надо. У меня она есть. Улучшение верстака, наверное, мне надо, да? Такая у меня имеется. Бронзовый топор. Ну, ладно. Так, побежали к нам, где червяков продают. Хоть под вечер рыбы половим немножко, чтобы завтра ее сдать. Червяки тут у кого-то продавались на ферме. В Софи, по-моему. Ребята! Я сегодня крут. Вот здесь продавались бабки. Я обхитрил стражу. Но, правда, это сильно мне не поможет. Это значит, что мобы, которые там находятся, меня легко отлупят. Здорово, бабуль. Здорово, Софи. Эмили обожает, как я готовлю. Может, придешь как-нибудь на ужин? Обязательно. Все-таки спарринги с бабками кое-чему научили. Не обязательно в них участвовать. Так, черви есть? Есть. 599 штук. Ну, дайте сотенку, наверное, или там сколько-то дадите. Превращу это в рыбу. Ну, это многовато, наверное. Ну, ладно, на пару дней, чтобы не бегать каждый раз бабули. Давайте сотню возьмем. Все, 400 монет. 105. Спасибо за помощь. Здравствуй, что хочешь. Нет, не хочу. Хочу рыбу выловить. И причем побольше. Где тут можно ловить рыбу? Надо сначала было удочку, конечно, взять. Нам все равно домой бежать. Карта. Карта, карта. Ну да, здесь у бабули ловить негде. По-любому бежать через дом и опять к этому мосту. Нет, можно было, конечно, сюда рвануть, если у меня была удочка. Удочку я не взял. У меня инспекция окончена. Пожалуйста, загляните завтра в почтовый ящик, чтобы забрать награду. Хорошо. Надеюсь, награда будет достойной. Блин, свинья классная. Надеюсь, награда будет достойной. Сейчас я удочку заберу только. Так, удочка. Ну все, я открыл инвентарь, теперь можно бежать по шустренькому что-то делать. У меня, правда, простаивают станки малость. Ну что я могу сделать? Загрузить их, может, плавить надо было заставить их плавить эту руду. Хотя у меня руды, по-моему, и нет особо. Так, ну хоть по мёду нашел. Это что за цветок? Не знаю. Вот тут рыба ловится, который час, 4 вечера. Вот это я вырвался в воскресенье. Ну теперь инспекцию по выходным буду проводить. Не, смотря какие подарки. Если подарки не айс, тогда сами её проводите. Давай. Так, как тут ловить, я уже забыл. Наводить, а потом тащить, да? Да, наводим. Тридцатка кошачий сом. Дальше. Это типа такого же. Ну что, по 30 монет, если за столько же будут покупать, то это неплохо. Но я не уверен, что они за столько же будут покупать. А тут кроме этой рыбы что-то водится? Вводится какая-то лягушка. Тихо. Лягушка, рыба, 75. Ну это уже удача, наверное. Теперь лягушки пошли. 75. Шикарно. 23 сантиметра такие лягушки бывают? Не, бывают, конечно. Ё-моё. Фальстарт. Мне тут кнопку нажал. Уже темнеет. Ну и сколько я заработаю? Ну пару сотен заработаю хотя бы. Уже будет неплохо. Так я уже заработал пару сотен. Да, с отрицап сюда прийти. Я б на этих лягушках себе дом новый построю, чувствую. Как настоящий француз. О, это какая-то резвая. Блин, резвая, самая обычная. Темнеет уже. А ночью они ловятся вообще? Они же ловятся. Ой. Ой. 150. Императорская. Особый предмет. Ну хоть что-то поймал ценное. Это 75. Нет, лягушки это круто. Завтра будем искать, кому их продать. Отлично. Слушайте, я за день тут могу тысяч пять набить. Нафиг. Зачем мне что-то изготавливать, если я могу на рыбе все это поднять? Ну кроме вот этой рыбы, конечно. По 30. Не, не, это нормально. 10 таких рыб, 300 монет. Попробуйте на квестах для гильдис только заработать. На самом деле. Там понты платят по сравнению с этим. Городская. Что будет, если я пропущу? Как выйти отсюда? Ё-моё. Который час? Хорошо, что напоминание было. Кошмар. А я расслабил булки свои в желтых трусах. Еще успеваю? Да быстрей ты давай. Уже не успеваю. 59. Успел. Хе-хе-хе. Добрый вечер, дамы и господа. Сперва поговорим о делах, а потом можем приступить к тыквенному пирогу. Да вы что? Сегодня я хотел бы обсудить несколько новостей. Сперва хочу сказать, что благодаря усилиям нашего мастера, что это ты где? А, вижу. Так вот, благодаря этому человеку, я не успел. Я бы пропустил все благодарности. Есть мост на Янтарный остров. Я советую вам не ходить в пещеру, пока ее полностью не подготовят. Пещера будет открыта как аттракцион для туристов. Другим новостям, все уже слышали о кражах. Мы такое терпеть в нашем городе не станем. Это дело будет расследовано, а виновник будет пойман. Наверное, опять Хас и Тас? Эти дурни никогда не угомонятся. Они украли мою любимую книгу. Не, ну, ему по делам, конечно. И мою головку сыра. А у меня носок утащили. Я слышу вас, слышу. Мы сделаем все, чтобы разобраться с этим как можно скорее. Расследование будет вести Орло. Так что вы можете не беспокоиться. На сегодня все. Всем хорошего вечера. Можете отведать такие на пирога, Софи. Если хотите. Так, я тут с удочкой прям прибежал. Даро. Гад замечательный брат. Он всегда переживает за меня, хотя я уже больше не ребенок. Окей. Кому-то рыба нужна, нет? Блин, сегодня я с тобой общался. Сегодня нет. У меня что-то вроде хобби. Каждый год знакомится с новыми вещами. С ними моды. Хе. Элис. Здорово. Я работаю над романами. Или ну что-то получается вообще-то. Хоть с кем-то поговорил сегодня. Бэр, что надо? Ну что, наслаждайтесь. Тыквенный пирог. А, я его просто не взял. Хе-хе. Здорово. Мой сын Гаст ничем на меня не похож. Ну, разве что талантом и красивым лицом. Ха-ха. Ладно, гудбай, гудбай. 21.35. Ой, 21.15. У меня еще куча энергии. Вот этот самый Гаст. Здорово. Какая-то в доме поблагодарительное. Это не твое дело. Так, не понял. А мне что делать? Тут людей грабят, а я ничего не делаю? Дайте мне в этом поучаствовать. Ну, квест... Нет, квест есть. Нет, квеста нет. Опасные руины. Проведите бой с членом корпуса. Провел. Хе-хе. Провел. Как мог, так и провел. Ладно, давайте что-нибудь нарубим. Можно это дерево срубить? Нет? Можно. Прощайте, деревья. Хоть заготовлю себе древесинки. Ну что, завтра может тоже нарубиться. На рыбалку сходим или нет? Я не знаю. Сначала возьмем задание гильдии. Посмотрим, что-то нам дадут. А потом уже от этого будем танцевать. Но по-любому на рыбалку надо идти. Но сначала рыбы давайте посмотрим, кому можно продать. Ну, магазинность можно сдавать. И у бабки. Что же, если я черви покупал, значит, нужно ее и продать, получается. Кто там еще? Магазинные еды, какие-нибудь кафешки. Там, где еду готовят, да? Посмотрим. Понял. Вопросов не задают. Я могу разбить своей новомодной киркой? Нет. А это? Вполне. Гранит. Ничего себе. Так, давай. Дерево полегло. Ни за что. Двадцать два пятьдесят. У меня еще энергии дофига. Я готов работать и работать. Работать и работать. Без перерыва и без устали. Правда, надо, конечно, надо, конечно, с утра бы, конечно, рыбу пойти ловить. Но, опять же, сначала надо квест-гильдии взять, чтобы уровень своей мастерской прокачать. Видите? Нет, сначала мы узнаем, что нам подарят за сегодняшнюю инспекцию. Вообще, стоит это того или нет? Я все-таки нашел все изъяны на всех четырех приборах. На восьми, можно считать, да? Если сравнивать с образцом. Так, готово. Блин, хороший камень. Я думаю, с него много чего упадет. Ну да. Еще больше дерево найди. Так, готово. Готово. Это не берется. Который там час? 12. 30. Сейчас добьем вот это. Это дерево мне не по силам. Но опыт все равно дает. Да, вот это срубим. Это мне по силам. Немножко давай усилим нашу зарубительную способность. Ну все, давай, забирай. И вот это дерево давай еще срубим. Местные офиги деревья пропадать начали. Да, что ж такое. А че не пишешь, что нельзя его рубить? Ладно. Хорош. Пошли теперь домой. Березы какую-то срубил. Пару елок. 65. Насколько смог, столько набил. Все, давай домой. Нет, забери все, что можно. Не хочется валяться без сознания. Где ни попадя, вам нужно отдохнуть. Да я знаю, сейчас отдохнем. Отлично. Все, давай. Набили нормально всего. Хотя и в пещеру не ходили с вами. Шахты наши. Сейчас быстро упадем спать. И уже будем смотреть, что будем делать дальше. Толкнем рыбу. Посмотрим, по какой цене она заходит. Так, можно я все это сдам сортировкой? Да, практически все ушло. Даже лягушки ушли. Осталось вот это, птичье гнездо. Раньше здесь жила птица. Могут даже найти по брякушке. Нажмите правой мыши, чтобы использовать... А что тут можно найти? Ладно. Опа. Яйца какие-то нашли. Три яйца. Ну у нас там яйца какие-то были, но это куриные. Куда они попали? А куда яйца попали? Сюда они попали. Я думаю, это как куриные. Но это не куриные. Это обычные грязи. Нет, обычные. У меня такие же куриные. Хвостовое перо. Твердые, красивые. Возможно, для квестов каких-то надо будет. Ладно, сейчас сознание чувствую, потеряю. У меня была там пара яиц, поэтому я, скорее всего... Скорее всего, их сейчас смещу туда, куда надо. Так, смотрим, что там пишут. Давайте яйца сброшу. Должны войти. Да, яйца вошли. Это у нас что? Всякие семена рыбы. Давайте этот королевскую оставим. А продадим. Попробую, по крайней мере, продать. Кошачьих сомов сдадим. И лягушек каких-нибудь. Они просто ловятся. А что, я всего 8 лягушек поймал? А вот еще кошачья сома. 13 это что? Значок рыбака. Ни в коем случае. Чего у меня еще много? Ладно, пока оставим. Посмотрим на цены. Если я продам по той цене, которой пишут, это очень круто. Что-то дает... А, энергия. Это съестное. Это можно пока положить. Если будем куда-то в поход идти. Пусть здесь лежит. Все, пироид так как ингредиент. Ингредиент, ингредиент сюда добавим. Я думаю, он для квеста какого-то запросил. Все, пошли теперь. Попробуем это все продать. Конечно, мы на рыбалку тогда выйдем чуть-чуть позже. Но в любом случае нам надо зайти в гильдию. Потом посмотреть, почем продают в кафе. Покупают, вернее, это все. Но сначала узнаем, что нам подарят. Торговая гильдия. Уважаемый мастер, благодарим вас за образцовую инспекцию, проведенную вчера. Ваши навыки достойны самой высокой похвалы. Вот небольшая награда за ваш труд. Торговая гильдия порти. Игрушечный робот, силовой камень, закаляющий раствор. Я вам скажу, неплохо. Подожди, как, 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 что оставить? Как оставить? Как взять? Оставить это оставить или взять? Это взять. Все, торговая гильдия готова. Ничего, нет, я буду выполнять. В принципе, неплохо. Дают. Шесть силовых камней. Шет, заходи как-нибудь, у меня есть поручение специально для тебя. Мэр Гейл. Ну, это уже другое дело, мэр. Думаю, преступника будем искать. Вполне возможно. Так, а что это такое? Вот это вот. Закаляющий раствор. Химический реагент, придающий металл жесткость в процессе закалки. Опасные руины. Да, это редкость. Это, конечно, редкость. А робот зачем нужен? Модель робота, которая для украшения интерьера. По крайней мере, так задумана. При размещении в доме получите бонусные характеристики. Защита будет улучшена. Ладно. А это мы с вами положим куда-то вещи, которые закаляют. Жесткость. Ну, это как для изготовления предмета. А вот сюда мы это положим. Все, пусть лежит. Так, пошли робота установим, чтобы он не занимал инвентарь. Все равно мы еще до 8 с вами успеем добежать. А ну, давай вот это, вот это, давай сюда куда-нибудь его поставим. Чего на стол нельзя подать? Давай его тут поставим в углу. Давай возле кровати, чтобы он у меня... Да, что ж такое. О, вверх ногами. Ну, нормально. Он обиженный робот будет. Будет смотреть в стены у меня. Никогда разворачивать. Плюс 19 к защите. То есть на меня добавилось, благодаря размещению робота. А нам сейчас надо бежать к гильдию, взять задание. Поговорить с мэром. Розочку обязательно пнуть. Готово. Готово. Так, быстрей, быстрей. Он побежал конкур... Вот собака первый забежал. Наверное, точно лучшее заберет. Вот сволочь же. Как он успевает? Он рядом живет. Нет, я первый. Тут еще попробую схватить то, что надо. Мне, пожалуйста, 6 железных слитков. Железных? Могу. 415. Категория Цет. Три стола с ящиками. С 367. Ограничение 10 дней. К храму нуждаются 4 книжные полки. Он уже взял слитки. Рожжанский корпус нуждаются в следующих предметах. Один металлическое хранище. Просто выполните это поручение быстро. Спасибо. В общем, он взял слитки. Слитки железные. Что-то мне не хотелось сделать, потому что нужно олово и еще кое-что там. Плавить их не хотелось. Как вот это металлическое хранилище делать? Я его не видел, по-моему, в размещении. Ладно, давайте возьмем что-то попроще. 4 книжные полки, например. Либо, 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 либо 3 стола с ящиками. Отношения плюс 14. Либо с норой. Это церковь, естественно, с которой тоже можно прокачивать отношения. Я думаю, 80 экспы. И тут 80-60. Все одинаково. Давайте вот это сделаем. Марта там тоже что-то продает. Может, скидки какие-то будут. Правда, денег меньше. Но зато стол с ящиками. По-моему, просто. Все, я взял. Пошли, не теряйте ни минутки. Здорово, Антуан. Привет. Здорово, доктор Шу is the ideal man. Пока. Пока. Побежали. У нас сейчас мэр еще на счету. Мэр, 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 мэр. Ты что ли? Почти надо. Нет, слушай, не мэр. А что ты со знаком вопроса? Ладно, неважно. Потому что мэр здесь сидит, да? Подождите. А, вот еще один знак вопроса. Рыба на обед. Вот. И мэрия здесь. Давайте сначала вот этот синий квест возьмем. Потому что он у нас исчез в прошлый раз. Когда мы не добежали до фермы. А потом к мэру, я думаю, мы всегда успеем. Забежать. Кто тут у нас квест просит? Что это такое за звук? На главной улице раньше ставил велосипед, а недавно он исчез. Квест кому нужен? А, вот. Блин, тебя не видно из-за крыши. Поговорить. Заходите. Нужны какие-нибудь материалы. Так, обязательно зайду. И рыба на обед. Пусть мы живем рядом с морем. Я рыбу неделями уже не ел. Каждый день мне приходится присматривать за магазином. Так что какая же там рыбалка. Не прислешь мне рыбки. У меня с собой, кстати, есть. Какое именно тебе надо? Наловить рыбок. О, кошачий сом. У меня с собой. У меня сегодня будет рыбная рагу. Ура. Смотрите, как квест надо выполнять, ребят. Да это же круто. Так. У тебя тут что-то еще есть. Хочешь что-то купить? Но это мебель. По 31 продает. Смотрите. Хотя базовая цена 30. Плюс 1. Отлично. Буду иметь ввиду. Так, этот я квест выполнил. Тут еще в кафешке что-то можно было продать, да? Булочная Марта. Она тоже по 31 забирает. У них всегда одна цена, да, на мою рыбу? Естественно, сколько бабулька мне за нее даст? Элис, а ты мне не купишь это все? Нет, она рыбу не берет. Ну, в два магазина я уже нашел, куда можно сдавать. Подожди, тут еще шкафешка была. Подожди, а где эта кафешка-то? Ё-моё. А, вот здесь. Вот кафешка. В последнее время в нашем ресторане что-то пропадает еда. Это явно вор какой-то. Работники исследовательского центра. В общем, не сейчас, не сейчас, товарищ. Круглый стол. Вот здесь, почем рыба. По 31. Короче, цена одинаковая. Но выше базовой стоимости. Кстати, я тут никогда не был счастливых вот этих квартир. Как? Реально здесь никогда не был. Ладно, потом исследуем. Да? Или сейчас? Блин, тут же тоже что-то интересное есть. Может, сундуки какие-то будут. Ладно, нам к мэру сначала надо. Я сюда не заходил никогда. Надо будет зайти. Но она закрыта постоянно, периодически. Иногда открывается. Мэрия. Мэрия, 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 мэрия. Где, да? Мэрия. Вора ищем. Да? Благодарю, что ты не забываешь о моих просьбах. В последнее время пытался понять, кто в городе вор. А у меня что-то украли. Да, если что-то украли, я в своих ящиках ничего не помню. Вор? Разве ты не знаешь? Последние пару недель у нас происходит кража. Арл уже расследует это дело. Только вот что странно, ничего ценного в городе не было. Просто какие-то случайные безделушки. Ладно, хватит авория. Просил тебя прийти, потому что хочу дальше развивать пещеру на Янтарном острове. Эта пещера вела раньше к руинам. Но из-за одного происшествия ход был закрыт. Случилось это уже лет 40 назад. С тех пор появились слухи о привидениях, что, конечно, чушь. Но думаю, пора использовать эти слухи нам на благо. Пещера с привидениями неплохо звучит, согласись. Там где-то был силовой генератор. Я даю тебе задание починить и включить его. Арл говорит, нам нужно будет установить съемную батарею. Потом я поручу, вернее, одному из братьев Хулу. Арл говорит, нам нужно будет установить съемную батарею. Потом я поручу одному из братьев Хулу присматривать за этим местом. Пещера станет отличным аттракционом для туристов. Так, хорошо. Но это не квест на вора. Ладно. Надеюсь, ворами окажутся братья-бандиты. С ними разговор недолгий. Ну вот и квесты наконец-то появились. Хорошо. Ну, мне надо рыбы толкнуть. Который час? 11 часов утра. Ну, в принципе, успеваем. Сейчас попробуем к бабке забежать. Я еще хочу у нее посмотреть цену. Я нашел три места, где можно сдавать рыбу. Сейчас выберем самое подходящее. Нет, давайте сначала закажем эти доски для наших ящиков. Для столов. Стол с ящиками. Вот. Стол с ящиками. Мебель. Чайный столик. Небольшой столик. Подожди. Стол с ящиками. Чайный столик. Это не то. Деревянное хранилище. Каменный столик. Кресло и скрепка. Малая катка. Книжная полка. Короче, верстак надо улучшать, ребята. Я так понял, это стол с ящиками тоже следующий уровень, да? Держу, нет? Ну нет, здесь же только заготавливаешь древесину. Блин. Не успеваю никуда. Побежали тогда. Сейчас быстро бабки. Короче, бабки сдаю за любую цену. Эту рыбу. Она чуть-чуть выше номинальной стоимости. Но цены, я так понял, меняются здесь. Потому что плюс у нас был всегда разный. Ну как бы там ни было, давайте попробуем толкнуть. Я думаю, бабка возьмет. Все. Это крайний пункт. Надеюсь, выше... Да, у всех одинаковая цена. Можно сдавать кому угодно. Ну давайте сдадим. По 78 плюс 3, 8 штук. Мы миллионеры. Давай, 624. Неплохо, я вам скажу. Еще 341. Вот как надо деньги зарабатывать. Мне нравится. Половил 4 часа. Если бы еще не мэр отвлекся своим заседанием, я бы еще больше наловил. Ну ладно. Ладно. Побежали тогда дальше. Давайте посмотрим... Подождите, а съемная... Съемная батарея. Это... Это... Это вообще что? Съемная батарея. Сделайте салон генератора, почините машину в пещере Антарного острова. Силовой генератор. Ну, чертеж, наверное, должен был появиться, да? Разберемся. Пошли сейчас посмотрим на улучшение верстака. Сколько это стоит? Сколько мне рыбы надо поймать? Оу, привет, Эмили. Какой нахал украл мне ведро, из которого я кормила цыплет. У бабушки проблемы с памятью. Как можно ей помочь? Силовой генератор. Может, это бабушка твое ведро куда-то поставила? Так, давайте посмотрим улучшение верстака. Не могу выполнять задания гильдии, которые я зачем-то взял. На столике с ящиками. Эм... Улучшение. Ну-ну. Удивите меня. Дом, верстак, первый уровень. Второе улучшение нам обойдется. Обойдется 20 деревянных досок, 5 запчастей и 2000 денег. 5 есть, деревянные доски, не уверен. Сейчас пойдем смотреть, что принять. А, можно принять, да, это чтобы не бегать? А ну, стол с ящиками у вас имеется? О, вот он. Как я и думал, нам вот это надо будет создать. Ладно, у нас дерева дофига, только пилить долго. А, понятно. Материал все-таки притащить надо. В общем, 20 деревянных досок и запчасти. По-моему, у меня были. Все, как-то сюда выйти. Давайте этот вопрос тоже прокрутим. Сегодня деньги пока не будем тогда зашибать на рыбалке. Короче, и деньги будут на рыбалке зарабатывать. Вообще не надо ни париться, ни о чем. И материалы никак не расходуются. Удочку только улучшить попозже. Ну, с верстаком, я думаю, она улучшится. И будем еще больше рыбу таскать. Зачем что-то создавать? Тратить эти ресурсы? Так, ладно. Деревянные доски. Что у меня есть с деревянных досок? Интересно посмотреть. Деревянные доски, деревянные доски. Это крепкие. Это дерево. 4 у меня есть. Надо 20. Так, ладно, это есть. 4 сейчас сделаем. Сейчас распилим с дерева. С самого обычного. В детали 5 штук. 5 штук деталей. Где-то ж они у меня были. А вот у меня их 25. Деталей точно хватит. Как там разделить? Какой кнопкой перетащить? Быстрый обмен выбрать. Shift разделить. 5 штук мне надо. Так, готово. Доски брать с собой нараспил? Или оно само подхватится? Сейчас посмотрим. Так, крепкие мне не надо. Мне надо просто деревянные доски. 520. Он само подхватывается. Создать. У меня 4 есть. Надо еще 16. 16 для улучшения верстака. Могу только 10. Короче, надо ставить еще. Блин, один этот. Еще один верстак ставить. Ой, не верстак, а вот эту циркулярную пилу. Потому что 15 часов 10 досок. И мне еще 6 надо будет. Верстак мы улучшим только завтра. Что там у нас под циркулярным пилом? Вообще-то у меня места маловато. Сейчас если поставлю еще один верстак, Пошли, цены узнаем на место. Мы сейчас на рыбалку пойдем. Не укладываемся мы с вами. В нормы? Надо было сразу посмотреть расширение. Двор будет заставлен. Я просто не смогу перемещаться на нем. Сколько стоит расширение участка? А, это можно было посмотреть там. Ну ладно. Ладно, ладно. Сборочную станцию можно будет улучшать. Не можно, а нужно будет улучшать. Каменный кирпич имеется. Железный слиток. Вот куда лучше его пусти, чем на какой-то квест. Но 5000 денег мы заработаем. Это без проблем. Верстак дальше улучшаться будет. Дом пока не трогаем. Четвертого уровня. Хотя... Бронзовый слиток 20 крепкая. Ну да, требуется 10 тысяч. Но я пока это жениться не планирую. Курятник тоже нечем пока заниматься. Конюшня, ворота, забор. Это все второстепенное. Вот тут узнается, короче, стоимость расширения. Не надо было сюда бежать. В общем, 2000 денег надо, чтобы у меня было на верстак. И мы выполним тогда задание гильдии. Это раз. Сейчас я просто теряю время. Вот тут вот сейчас туда-сюда бегаю. Лучше бы я на рыбалке сидел. Или добывал пару ресурсов из шахты, которая у меня завтра закроется. Что же делать? Пошли расширения. Сколько оно стоит? Полторы тысячи. Можно. Давай. О! Вот это уже оно. Вот это уже оно. Это уже двор. Сколько у меня денег осталось? Вопрос сложный. Общение. Инвентарь. Инвентарь. 2000. Мне как раз надо 2000. И на шахты еще 200. Но если я сейчас рыбу наловлю, то будет нормально. Смотрим на сборочную станцию. Что у нас здесь? Здесь, здесь. Каменная печь. Мне бы еще и циркулярную пилу одну забабахать. Было бы здорово. У меня нет медных слитков. Но дофига руды. Руду у нас заправить, чтобы плавилось. Кирпичей у меня тоже не имеется. Надо и этот сделать. Простой кожевельный станок. Мост нам уже, наверное, не нужен. Автобус бип-бип. Емкость для воды. Гриль. Зачем? Печь. О, ну это то, что нам дали. New. Собирается на сборочной станции. Мрамор. Понятно. Съемная батарея это то, что по квесту нам надо сделать. Три мрамора. У нас 33 силовых камня. У нас три пружина. Отсутствует. Раньше это находили в заброшенных руинах номер два. Вот поэтому руины номер два нам и открылись. В общем, восемь бронзовых слитков. Ну ладно, давайте сейчас не об этом. Мне надо сначала поставить две циркулярных пилы. А уже от этого будем плясать. Потому что реально дерево долгое. А, тут еще, ну да. В общем, в общем, в общем, в общем. Мне надо всего четыре медных слитка. И пять каменных кирпичей. Четыре медных слитка. А это можно как-то взять? Как это переместить? Подожди, а как перемещать предметы? Я же как-то их... Не бить же их? Нет, не бить. Никак в Сарди Вэль. Создать. Создать. Взять. Вот F-кнопка. Чего она у меня тут не срабатывает? Потому что она чуть не срабатывает. А как перемещать реально станки? Ладно, давайте хоть печи оттащим. Отлично. Станки, наверное, как-то по-другому перемещаются, да? Не знаю. Сейчас мы заставим их плавиться. Мы заставим их плавиться. Давай, наверное, сколько там? Пять кирпичей надо было? Пять кирпичей создаем. Пять кирпичей пошло дело. Двенадцать часов всего-то на все. Этого надо заправить, потому что будет... Нехватка. Как-то перемещалось оно. Честно скажу. Это можно взять. Это можно взять. Это нельзя взять. Что, верстак не перемещается или что? Наверное, перемещается в конструкторском бюро. Этот верстак. Мне так кажется. Как, собственно, эта станция, которую можно теперь отодвинуть еще дальше. Скорее всего, там она перемещается. Да, да, там, там, там точно. Там была метка переместить. В общем, сделаем. В общем, сделаем. Мне сейчас, собственно, делать-то нечего на самом деле. Только надо заправить и сделать. Сделать, сделать, сделать. Что мне надо сделать? Медные слитки. Побольше. Сколько медной руды у меня? Дофига. Заправляем. Тоже по максимуму. Создаем. Так, давай по максимуму. Какая разница? Это 10, так 10. Пусть делается. Мало не бывает. Тут еще давай забросим. Создать. Отменять не надо. Еще побольше. 5 максимум. Забили. И здесь мы забьем. Ну, давайте медные слитки еще плавить. Бронзовый у меня же не получится плавить. Да, получится, в принципе, и бронзовый плавить. Смотря для чего. Не знаю. Ну, лучше пусть плавятся. Я думаю... Ммм... Думаю, не прогадаем точно. Пусть плавятся. 10 штук. Мне хватит на 19 часов. Еще раз просмотрим. Медная руда полно. Оловянной руды дофига. Давай. Ну, можно, конечно, еще... Я не знаю, что уголь может понадобиться. Ладно, пусть плавятся. Пусть плавятся. Будет на готове уже сразу. Фух. Они что-то места не занимают. Пусть лежат себе лежат. Не более медной руды у нас дофига. Так, все. Все, что мог, я сделал. Батарея силовая. Будем изготавливать чуть-чуть позже. На тот остров надо будет сходить. Гладкие камни, мрамор. Пружины найдем. Вот бронзовый слиток. Куда нужен будет? Как раз для этой батареи. Силовые камни, мрамор. У меня имеется 33 штуки. Ну, печь еще вот эта вот. Печь, печь, печь. И это же можно будет создать. По идее-то, на самом деле, ничего сложного. Опять же, нужны, видите, слитки бронзовые. Пластины. Циркулярной пилой мрамор режется. У нас мрамора дофига. Стулья делаются, тоже имеются. В общем, отлично. Эту тоже печь можно сделать. Кстати, а сколько следующее расширение моего двора будет стоить? А, вон оно. Следующее расширение уже 15 тысяч. Да, нужны деньги. Хочешь, не хочешь, а денежки нужны. Ну, пошли тогда, не знаю, 16.34. Побежали еще в шахте поползаем. А то мы оплачиваем абонемент, а туда не ходим. Можем даже в руинах, во-вторых. Нет, во-вторых руинах я потом поучаствую, потому что за вход надо будет платить, да? Давайте уже эти отходим. По максимуму. Я так понял, во-вторых руинах могут падать разные интересные вещички. Какие-нибудь. Еще более интересные, чем у нас были. Ну, давай. Подожди. Тут что-то надо посмотреть. Может, где-то поближе есть. Сейчас всегда прогрузончик у нас. Давай, 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 я не знаю. Руби просто вперед. Где-то ж оно должно попасться. О, там было. Далеко оно было. Подойдем. Руби, руби. Скоро заканчивается руина, у нас с тобой ничего не будет еще. Заброшенные руины номер 2. Это, конечно, интересно. Так, тут медная руда добывается в больших количествах. Кстати, по две штучки теперь падает. Работает мой навык. Ё-моё. Не дали добраться до солнца. Уровень повышен. Повышен, отлично. Пусть пока повисит. Какая-то деталь какого-то странного предмета. Что это? Что это такое? Модель памятника. Открыта новая реликвия. Понятно. Модель памятника. Дальше. Дальше. Тут же должно что-то быть. Я же в глубине... О, есть. Я же говорю, я же в глубину залез. В новое место здесь не бывал просто. Что тогда должно было выпасть? Дальше. Вообще нифига. Нет, я здесь уже, по-моему, бывал. Только места знакомы. Сейчас почвы набью. Побольше. Ну-ну. Я иду в место, где явно ничего нет. Но где вы, шарики? Да чтоб вас. Пора уже во вторые руины идти. Тут мы уже набили достаточно. Сейчас я тут набью. Подождите. Руды? Медной. Она, как говорится, не помешает. Потому что брозановые слитки делаются очень и очень долго. И много надо руды. В сотнях исчисляется оно. 46 руды за... Да вы что? Давай прокачаем, чтобы по 3 падало. Где этот персонаж на США? Вот здесь будет падать шанс. Больше шансов, что он будет падать. Вообще, давай, наверное, может собирательство, во-первых. Плюс 12. Получить двойную добычу. При сборе урожая и сбивании плодов с деревьев. Тоже неплохая вещь. Но мы сейчас в шахте. Давайте вот это все-таки бомбанем. И дальше у нас следующий уровень открывается. Давай применим вот этот. Все, пошло. Следующий уровень попозже. Так, это что за стена? Это уже предел, да? Оловянная руда выпала. Ничего себе. Шокорно. Долби, долби, долби. Где мы щеловяна это наберем? Какой мне пошел песок? Давай. Дис данных. Ну хоть что-то. Есть какой-то шарик хоть? Вообще ничего. Есть, есть, вижу. Иду. Давай, давай. Энергии еще много. Еще успеем. Да и времени еще полно. Да, сейчас мы будем здесь впервые. Диски данных что-то не очень сегодня хорошо падают. Так, что-то нашел. Какая-то чашка. Бан... А, у меня такое есть уже. У нас уже такое имеется. Слушай, что-то вообще стало грустновато. Ладно. Я думаю, во вторых руинах. Но там, наверное, во вторых руинах и враги будут посерьезнее. Мешало бы, наверное, нам и боевые навыки немного прокачивать. Но пока что мы добываем руду. Поэтому пока что на этом. Подзависли малость. Ну... Ни-фе-га. Я уже по кругу пошел. Из данных имеется... О! О! Я соединился с каким-то своим предыдущим тоннелем. Поэтому здесь ничего и нет, на самом деле. Зато руды набили. Оловяная тоже попадается. Ну, это же круто. Да, я вышел в один из своих прежних тоннелей. Медная идет хорошо. И оловяная прекрасно идет. Сейчас мы тут все соберем. Сегодня мы чисто не по артефактам, а по руде. А нам ее действительно надо много. На насос посмотрите, предыдущий. Так. Хорош. Тут мест в зале же просто. Медной руды сотнями исчисляются. Медная руда. Стачивай, стачивай, стачивай. Чего не уйдет от нас? Так, ладно. Тут мы ничего интересного не срубим. Сейчас еще руды набью. Чуть-чуть. Зато больше ходить не надо никуда. Ну, по медной руде так точно. Оплачивать тогда эту шахту я уже не буду завтра. Будем оплачивать тогда второго уровня шахт. Так, есть что-нибудь, нет? Наверное, нет, потому что мы здесь сбывали. Пробегали мимо. Тут куда? Надо было вкапываться куда-то вообще в иное место. Ну, вообще, лучше, конечно, взять и сбросить, наверное, это место заново. Если оно нужно, конечно, будет на самом-то деле. Но, может быть, и не нужно. Так, я думал, очки нашел какие-то. Нет, ничего я тут больше не вижу. Сейчас чисто, чисто энергию свою добить. 40, 40 штук. На камне песок. Может, дизданных еще выпадет. Хорош. Хорош. Съемная батарея. Я смотрю, может, сразу как-то... О, еще один дизданных выпал. Отлично. Может быть, дальше мы с вами на Янтарный остров. Там тоже откроется какая-то шахта, судя по всему. Может, тоже стоит ее прокачивать побыстрее. Но мне интересно, конечно, посмотреть заброшенные руины. Второго уровня. Что будет там? Кирка мне позволяет. Видимо, туда пойти. У меня теперь она... Бронзовая. Но сначала, конечно, верстак бы желательно улучшить. Недостаточно энергии. Все, я понял. Я сделал все, что можно. Кнопка Е. Перемещение к выходу. Ну, хоть здесь не замедляется персонаж. Но закончилась энергия и закончилась. Бегать дальше может свободно. В Стардиум ВВЛ мы уже... Лежали. Без энергии. Ладно. Да, я понял, что становится поздно. Нормально, мы сегодня руды натаскали. 92 медных руды, смотрите. Сейчас можем с вами камней пар... А, даже поднять не могу, видеть. Собирательство у нас. Энергия тоже тратится. Ну, давай, выкладывай. Выкладывай, что нашел. Еще один диск нашел. Нашел модель памятника. Что-то новенькое. Одиннадцать дисков. Одиннадцать дисков. Нет. Нет, давай, потом опять придется собрать эти штуки. Ладно, давай. Пять штуки, двадцать досок. Готово. Доски остались, потому что у меня их не было. Как и модель памятника. Так, есть. Где-то у меня тут эти артефакты валялись. Где они тут валялись? В мою маду. Вот мой ад. Так, 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 так. Мне надо вернуть назад детали мои. Смотря, куда они добавились. Куда они добавились? Вот сюда и добавились. Пять штук верните. Понятно. Сейчас сделаем. Пять штук верните. Отлично. Два, двадцать три. Что-то у нас с досками. Продолжает пилюкаться. Я забрал восемь. Мне еще надо дофига. Семнадцать часов будет работать. Давай доски создать побольше. Сколько сможешь. Пошло я. Так, тут у нас что-то есть. Восемнадцать часов, четыре часа. Камень, кирпич мне не нужен. Мне нужны, наверное, медные слитки нужны. А, он же жарит сейчас другое. Все, пошли отсюда. Пошли, пошли, пошли. Сейчас сознание потеряем. Готовится этот другое. Изготавливается, вернее. Обиженный робот. И я ложусь спать. Срок задания, заброшенные руины, один истекает. Да, это я уже понял. Я уже понял. Это не проблема. Вот он с вами все это. Йо-моё. Йо-моё. Это воры. Здравствуйте, я агент Ти, а это мой партнер агент Ха. Мы из агентства коллекторов свободных городов. Слушайте, они и здесь бродят. Ну, дают. Я чем-то могу помочь? Да, мы узнали, что вы являетесь родственником бывшего владельца этой мастерской, это так? Да, что такое? Замечательно. Ваш отец оставил долг в 50 тысяч гольда. Поскольку мы не можем его найти, этот долг переходит к вам, ближайшему родственнику. Мы хорошие парни и дадим вам неделю, чтобы собрать эти деньги. Если вы не погасите долг, то мы заберем этот дом в залог. А если вы попытаетесь сбежать, то мы проинформируем гражданский корпус. На этом все. Хорошего вам дня и идем, агент Х. Что же делать? Может, стоит поговорить с мэром? Блин, да это же кидалово в самое настоящее. Они ведра воруют с соседней фермы, а мы должны волноваться по этому поводу. Да не будем мы сильно волноваться, да, Тоди? Не будем. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Что у нас там по заданиям сегодня? Что я хотел сделать? Задание. Поговорить с мэром из-за коллекторов. Пещера. Давайте посмотрим. Я хотел улучшить свой верстак. Есть. Улучшить свой верстак. 16. Мне еще надо несколько досок. Их, их, их будут готовить еще долго. Давай заправим тоже по полной программе. 4 еще могу создать. Есть. Это плавится. Это плавится по 8 часов. Еще долго плавится. Там 12 часов что-то будет плавиться. Побежали к мэру. А, задание. Ну да, верстак надо улучшить. Ладно, пошли к мэру поговорим. Поговорим к мэру по поводу того, что у нас ферму отжимают. Ну, я не ферму, а мастерскую. Это никуда не годится. Вон мой конкурент уже побежал за заданием. Но я не могу взять следующее задание, потому что я не выполнил еще предыдущее. Потому что у меня нет верстака. Открыто с 9. Мэр, ты офигел что ли? У меня ферму, вернее мастерскую отжимают. А ты работаешь с 9. Может им навалять просто? Я бы им навалял. Стол с ящиками. Блин, не могу взять следующее задание. Почините силовой генератор. Ну, уже полчаса осталось. Я пока погибать, я поговорю с Тоди. С Тоди я разговаривал. Ли, как твоя церковь. Тебе доводил слушать историю? Да, слышал. Слышал я твою историю о танцующем роботе. Да, Джанго? Здорово. К бою. Ха, берегись, твои реакции слишком медленные. Ха-ха-ха. Рецепты. Ха, рад видеть тебя снова, юный мастер. Я сегодня в хорошем настроении. Так что расскажу, как готовить блюдо под названием паэлья с морепродуктами. За 100 монет? Хочешь узнать? За 100 монет? Так мне не хватит на верстак. Сколько у меня денег сейчас? Он 2000 стоит, да, верстак? Блин, ну давай свою паэлью. Давай. Ого, мудрый выбор. Блюдо паэлья морепродуктами можно создать, используя следующие ингредиенты. Рис Х, два бамбуковой папайях и золотой лосось Х. Понятно. Это у меня куда-то, надеюсь, записалось. Открыт новый кулинарный рецепт. Да, записалось. Это не проблема. У меня мастерской отжимают. Там я папайю готовлю. Мэрия, давай. Даш, ты что, издевайся? Три минутки. Интересно, мэр успеет за минутку добежать? Или у него свой проход? Мэр? Мэр, спасай! Отжимают мастерскую агентства коллекторов, оно действительно существует, но я не знал, что у твоего отца были долги. У меня предложение. В следующий раз, когда они придут, отправь их в мэрию. А мы же разберемся. Ты многое делаешь для портия. Это самое меньшее, чем мы можем тебя отблагодарить. Тебе также следует поговорить с Мартой. Ей пришлось разбираться с долгом после смерти мужа. Может, она даст тебе несколько ценных подсказок? Поговори с Гейлом. Поговори с Мартой. Ну, Марта работает, и ее бизнес процветает, значит, она как-то от них избавилась. От этих двоих негодяев. Марта? Марта где-то тут обитает у нас, в этой части города. Марта? Как тебе удалось избавиться от коллекторов? Мне так жаль, слышишь, что тебе приходится разбираться с долгами отца. Хотя, насколько я помню, это не такой человек, чтобы оставлять за собой долги. В любом случае, я уже имела дело с коллекторским агентством. Тебе следует обратиться к мистеру Айзеку и главному специалисту в порте. С коллекторами легко разговаривать, они очень честные. Так что не волнуйся. Айзек? Это не он ко мне подходил? Нет, не может быть, если, конечно, не случилось чего-то, о чем я не знаю. Мистер Айзек по-прежнему должен быть единственным представителем агентства в нашем городе. Может, я следует поговорить с ним? Думаю, он разберется с ситуацией. Куда делась моя кастрюля? Наверное, Тоби опять утащил поиграть. Пойду-ка у него спрошу. Короче, это парочка баровалов и вообще всех дубок. Сегодня в полях я видел Элис, она хорошо приглядывает за светами. Думаю, они тоже приглядывают за ней. Ладно, мне к Айзеку надо забежать. Розочка. Как жизнь? Мяу-мяу. Пока. Так, Айзек, Айзек, Айзек. Кто такой Айзек, реально? Че-то забыл, кто такой Айзек. По-моему, он сюда зашел. Нет, это квартирный дом их, конечно. Ну, 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 Айзек, по-моему, не здесь обитает, да? На втором этаже, это точно. Блин. Че-то я заперся. Я, конечно, хочу исследовать это место, но, по-моему, Айзек не здесь обитает. Мне бы хотелось с долгами разобраться. Подожди, Айзек не здесь, естественно, обитает. Это тот, который в шашке, что ли, играет? Или в игру какую-то странную? По-моему, да. Да, это дедуля. Так ты коллектор у нас. Ты что тут городишь, у твоего отца не было никаких долгов? Я бы даже сказал, что он тот еще с кряга. Кто бы к тебе ни пришел, это явно не с коллекторского агентства. Они назвались агентами Т и Икс. Тас и Хас. Эти клоуны опять залезли за старые. Опять? Эти два полудурка, братья и спорти, они бандиты, или, по крайней мере, пытаются ими быть. Иногда доставляют проблем, но это всего лишь парочка дебилов. Что мне делать? Я бы всего лишь проигнорировал их, но это я, а ты, может, захочешь подставить в известный гражданский корпус? Кто-то оттащил мою любимую книгу, когда я был на прогулке, это непростительно. Так, гражданский корпус. Сообщить гражданскому корпусу. Сейчас. И тем более они меня уважают после недавней разборки с ними. Я думаю, они мне помогут. Где-то тут кто-то представитель должен быть гражданского корпуса. Где она? Где она? Или он? Подожди, где-то тут кто-то должен быть. Что, в шахте, что ли? Вверху, наверное. Попробуй их еще отыщи, всех троих еще к тому же. А зачем троих искать? Одному сказал, типа, меня тут пытаются нагнуть. Не понял, он где находится вообще? Ё-моё. Сейчас он на одного сейчас все потрачу. Время сегодняшнего дня, 11.45. Я на дереве. О, сундук нашел. А ну. Спецзачки. Солнцезащитные. Это, наверное, неплохо. Что, они в церкви, что ли, сидят? Да нет, не в церкви сидят. Блин. Вы меня режете без ножа. Они что, не перемещаются или что? А, вот он. Вот он, вот он. Ты где, в кустах сидел, приятель? Реминтон. Помощь нужна. Мастерскую отжимают. Решили замахнуться повыше, но не все пойдет, как они задумали. Неделя, да? Но мы еще посмотрим. Медпары моих старых ботинок. Может, Сэм куда-то их забросил? Они жаловались, что те воняют. Так, с одним поговорил. Следующего где искать? Вот дела. Даже у гражданского корпуса увели ботинки, прикиньте. А я их о помощи прошу. Да им самим помощь нужна. Да чтоб вас. Так нападет на тебя... О, попробую вас найти. На лошади еще тем более. Опять эти двое, когда они уже угомонятся. Не волнуйся, когда наступит срок, гражданский корпус кого-нибудь пришлет. Да вы всегда так говорите. А потом я сам расхлебываю и все. Ё-моё, уже 13.00. Где ж последний-то сидит? За гражданским корпусом сидит. Короче... В другом конце города сидит. Давайте на розочку запрыгнем и вперед. И вперед! Лошадь мне нужна, окошко тоже. Пуфик подушкой тоже нужно. Мы идеально подходим друг к другу. С розочкой. Ну что, мы идем навстречу. Если не изменяет мне... Моя карди... Карди... Координационная система, то вот мы встретились, да. Все. Хас и Тас снова обделывают делишки. Ха-ха. Они проявили смекалку. Сколько тебе они времени дали? Неделю? Жди меня в то же утро. Все. Все дело сделано. Отвяжитесь от меня. Ждите выходных. Короче, выходные придут. Поддержка я обеспечен. Интересно, если бы я не обеспечил себя поддержкой. Они бы мне отжали... В мою мастерскую, да? Так, 14.10. Менда верстак срочно улучшить. Все. Все. 20 досок есть? Есть. 5 металла есть? Материалов этих, вернее... Конструкции. Побежали быстро улучшать верстак. И 2000 у меня имеется. Надеюсь, они еще работают. Сегодня пасмурный денек, конечно, выдался. Пасмурный денек. И мы улучшаем. Кстати, как передвинуть? Верстак. О! Переместить. О! Кажется, нельзя руками таскать. Ну, давай тут поставим пока. И станцию можно переместить. Сборочная станция. Вот сюда, в угол. Все, отлично. Так, верстак, улучшение. Все у меня должно быть. Голды есть. Запчасти имеются. Доски есть. Принимаем. Я уже улучшил его? Улучшил. Верстак уровень 2. Теперь надо 30, 30 и 10 тысяч. Ну, все, дальше все опирается в деньги. Поэтому, дружище, шевелись. В плане рыбалки, если хочешь заниматься рыбалкой. Здорово, Альберт. Шет, это золотое время для свидания. Не трать его попросту. Намек? О, боже. Я его все время путаю с девушкой. На эту воскресную встречу спать захотелось. Со свиньей еще не поговорил. Смотрите, у него место свое есть у свиньи. С ней нельзя говорить, она уже спит. Не буди свинью, не буди лиха. Ну, все, сейчас мы закажем три столика с ящичками. Да? А, Дит. Каждое утро очень радостно, чтобы полюбоваться восходом. Приятно это делать изо дня в день. Окей. Так. У меня тут очки появились. Насколько они мощнее моих? Насколько они круче, чем мои очки? Это не очки. Они плюс 5 в защите, а эти плюс 10 к риту. Понятно. Можно сделать на верстаке второго уровня, который нам доступен с сегодняшнего дня. Вот он. Этот верстак. Давайте посмотрим на новые изделия. Кстати, удочку, наверное, могу сделать. Да, модную? Да, могу обычную удочку сделать. Нужна бронзовая трубка. Три кокона имеются. И свиток из марганцевой стали. Такого не имеется. Промышленная печь. Это, наверное, в других руинах ищется. Ну, ладно. Ладно, где этот столик? Вот он. Столик с ящиками. Резина. Есть. Деревянная доска. Две штуки. Ну, когда-нибудь будет. Одна деревянная доска есть. На остальные можно заливать. Нет, не хочу отменить. Я хочу добавить. Я добавил. И заправить 14 часов. Ну, сколько тут можно? Давай на один день еще заправим. Все. Доски готовятся. Дальше давайте смотреть на наш материал. Три мрамора имеется. Силовой камень имеется. Пружину достать надо. Но это в руины 2 мы с вами пойдем. И бронзовый слиток. Это надо будет делать. Ну, вернее, 8 штук у меня уже, наверное, есть. Да? Нет, у меня есть 5. Топливо кончилось. Не везет. Заправляем. Двадцатка пошло. И бронзовый слиток. Я думаю, надо побольше делать. Пусть делается. Все. Тут что-то нет. Топливо отлично. Просто чудесно. Деревом обычно заправляются. Что я заказал? Не знаю. Медные слитки? Нет, я просто заправил. Все. И медных слитков тоже побольше. А тут кирпичи делаются. Нет топлива. Заправить. Да, дерево надо много. Надо эти рубить. Значит, будет простой. Создать. И здесь еще 3. 7 можно создать, да? Все отлично. Пошло готовиться. Пусть готовится. 15. 53. Что дальше? Что дальше? Дальше, 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 дальше. Очки. Не знаю. Куда-то надо выложить пока что. Надо сделать один ящик отдельный для всего на свет. Сколько стоит улучшение ящиков, интересно? Ну, это, наверное, с чем-то. Это же связано с другим расширением. Ладно. Очки пока с критом пусть тут повисят. Стройматериалы разного типа мне пока не нужны особо. Можем их выложить здесь. Слитки. Эти слитки и кирпичи. Остальное дерево нам понадобится для создания столов. Что будем делать? Последний день сегодня у нас рыбалки, да? Последний день... Ой, не рыбалки, а вот этого. Рыбалку-то мы всегда успеем залезть туда. Деньги у нас заканчиваются. Заброшенные руины. Пошли рыбу, наверное, половим. Потому что мы достали достаточное количество руды. Все равно я там не знаю, что искать. А дальше пойдем уже в эти руины. Как их, которые называются? Второго уровня. Между собой деньги сейчас нужны в больших количествах. А столы я сделаю еще не скоро, судя по всему. Так, кто-то ходит там. Ты кто? А, это охрана. Мы с тобой общались уже. Слушайте, место занял. Это мое место. Циво, как же здесь вообще? В рыбалке есть множество правил. Каждая рыба водится в определенных местах. Или каждая рыба должна быть разная приманка. Слушайте, а если ему рыбу подарить? Ой. Он будет счастлив? А, ну сейчас я быстро порыбачу. Сейчас что-нибудь высыпем. А, ну. Если я тебе задарю рыбу, ты будешь счастлив? Подарок. Рыба. Какая большая рыба. Изумительно. Да, он рад. Плюс четыре. Блин, я все время в воду вступаю. Ну все, я тебе больше не дам, потому что мне деньги нужны. Прости. Всему свое время, приятель. Давай, лягушки. Все остальное нам нужно. По 75 монет. Это, конечно, немного, но зато можно продать. И на этом ножица есть. Это же еще рыба. Разная рыба в каждом углу по-своему ловится. Если мне закажут какую-то другую рыбу, я не знаю, где ловить. Я знаю только, как что лягушки здесь ловятся и рыбий сом, да? Рыбий сом. Кошачий сом. Императорский кошачий сом. Вообще, надо, конечно, сделать себе эту удочку помощнее. Так, этот парень уже бегает на моем острове, который я открыл. В прошлой серии, смотрите, свободно себя там чувствует. Еще один императорский кошачий сом. О, бешеная, бешеная. Ё-моё. Не видно. А что такая бешеная была? На вид самое обычное, что и на есть. Странно. Сорвалась. Ну, рыба-лягушка офигела, если честно. Который час? 18. Тут до упора надо ловить. 30-ка. А потом, в следующий день, когда будем продавать, я так понял, цены во всех магазинах одинаковые. Будем по процентовке смотреть с вами. Главное продавать с наваром, чтобы с плюсиком было. Потому что я когда-то видел цены с минусом. То есть, колебания идет в разные стороны. Слушайте, неплохо ловится, как для непрофессиональной удочки и рыбака. Это, по-моему, самый простой способ зарабатывания денег. Расходуются только черви. Которые, в принципе, недорого стоят. Я червей отбил с первых 20 рыб. Даже с первых 10 рыб отбил. На самом-то деле. Энергии у меня хватает вообще? Сколько там энергии? Энергии не видно. Так, по 30 монеток. А если еще день будет хороший с ценами, так можно и больше заработать. Надо попробовать другие рыбные места. Это, конечно, хорошо, что рыба-лягушка 75 и кошачий сом по 30. Но, может, здесь рыба поинтереснее. Он кусок трубы выловил. Слушай, третий или четвертый, по-моему. Но это редкость, конечно. Это, конечно, редкость. Намечательно. Когда он заплывает за шляпу, шляпу надо снимать при рыбалке. Я теряю из виду эту маленькую рыбу. Хотя мог быть кто-то королевский, наверное. Ну, не королевский, а этот какой-то графский. Со звездой, короче. Это просто. Она не дергается особо. 37 сантиметров. Но цена везде стандартная. 75. Нет, можно, конечно, клепать, например, я не знаю, что там можно продавать. Какие-нибудь... Ой. Какие-нибудь вещи. Но вещи требуют ресурсов. А ресурсы нужны для изготовления квестовых предметов. Понятно, что если я создам какой-то стол или диван, то, кстати, диваны можно продать. Мебельщику. У меня лишнее есть. Мне просто ставить уже некуда. То тогда мы с вами заработаем больше денег. Например, диван может тысячу будет стоить. Это бы было, конечно, круто. Но, опять же, создавать стол или диван, это расходы дерева. Сейчас вместо того, чтобы дерево добывать, я добываю рыбу. То есть, либо то, либо то. Ну, как по мне, вот так денёк половить другую. О, вообще, и ракетку нашли. У меня уже она тоже есть. Можем уже с кем-то сыграть во что-нибудь. Жалко, что нет линии энергии. Не видно, сколько у меня энергии. У меня же затраты идут на энергию. Ну, наверное, жда. О, императорский кошачий сон. И опыта дофига идёт. У нас ещё и удочку улучшат. Вообще, тогда буду миллионером. Я думаю, рыба подороже будет ловиться, да, с новой удочкой? Возможно, на какой-то процент увеличится. Это сто процентов. Ну что, в следующей серии пойдём в заброшенный руин номер два. Мне не терпится посмотреть, что там. Новые металлы, наверное. Новая руда. Даже уровень прокачал, пока этим занимался. Уровень качаем. Деньги получаем. В общем, живём припеваючи. Кошачий сон плюс один. 75 Ну, потратили, конечно, полдня. Зато две ракетки нашли. Ракетки тоже можно будет сдавать. Но, я думаю, мы отбили с вами сегодня Стоимость. Чего мы отбили? Верстакан. Тысяча две, я думаю, набили. Вау, золотое кольцо. Ого, кольцо. На нём написано. Твои золотые волосы. Такие прекрасные. Наверное, это кольцо принадлежало человеку, у которого что-то было. Слышь, я квестовый что-то выловил. Круто. Тут ещё и такое ловится. Я думал, только трубу могу выловить. Так, тридцатка. Пора уже сворачивать удочки, начнём домой добежать. Так это квест. Надо кому-то дать. Золотыми волосами. Кто у нас там? Эмили? Кто ещё золотыми волосами был? Точно не знаю. Всё. Недостаточной энергии. Ну, хоть есть какой-то стоп-кран. Я думал, можно вечно это делать. Отлично. Превосходно. Что там за кольцо я только что выбил? Смотрим, что я понабревал. 25 рыб. Согласитесь, неплохо. Ещё 22 по 75. 25 по 30. И 4 императорских. Плюс ещё кольцо. Красивое золотое кольцо. Твои золотые волосы такие прекрасные. Источник рыба. Думаю, кто-то оценит этот подарок. Я думаю, это Эмили, наверное. Кто ещё здесь с золотыми волосами? Ладно, посмотрим, кто у нас золотые волосы носит. Так, доски. Изготавливается, нет? Да, потихоньку изготавливается. Столы можно заказать. Столы. Столы, столы, столы. Мне нужны столы. С полочками, с ящиками. Сколько мне надо? По квесту мне надо 4, да? Нет, мне надо 3. Нет, 4. 3 надо всё, 3 надо. Ну, давай закажем 3. А себе не надо такой стол поставить дома? Или нафиг он мне нужен? Давайте закажем 4. Я могу создать 4. 1 себе дома поставлю. Ну, надо же где-то писать что-нибудь. А потом его продам, если надоест. Всё, пошёл процесс. Завтра утром уже будет. Что с рыбой? С рыбой всё окей. Сдаём, сортируем. Всё ушло, кроме кольца. А, 4 стола мы сразу создали. Думаю, время какое-то надо будет, чтобы оно приготовилось. Нет. Это мы сдаём императорское. А это мы завтра продадим и посмотрим на цены. Если выгодно будет, то продадим. Так, один стол надо поставить дома. Тоже без стола не очень. 2.46. Лепиво. Отлично. И спать быстро. Перчатки боксёрские. Давай. Всё, стол поставили. Какой-то уют появляется. Диваны будем потихоньку продавать. Ну, всё, друзья. Вставать не буду, как обычно. В следующей серии мы идём в запрошенные руины номер 2. И готовим насос какой-то, который нужен для янтарного острова. Плюс встреча с коллекторами нам обеспечена. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шедвель. Игровые миры. Он всё-таки встал. И до новых серий в порте. Пока.